Я проживала в своей жизни абьюзивные отношения. Я сталкивалась, скажем, с такими не слишком критичными формами абьюза, но мы все в той или иной степени с этим сталкиваемся. По пути своего взросления должны быть выстроены границы, должна быть пройдена сепарация, и тогда возможно войти во взрослые отношения. У меня было хорошее детство, у меня прекрасные родители, но, как и у многих детей нашего времени, ну, скажем, в советское время родители, у них были, скажем, другие задачи. Они больше занимались тем, чтобы себя обеспечивать, тем, чтобы мы смогли хорошо жить, существовать, и не было достаточного внимания. Я один ребенок в семье, и с детства чувствовала себя достаточно одиноко, но от родителей я получала все, наверное, что нужно было в их понимании, но не получала главного, что я уже поняла, когда стала психологом. Ко мне приходят клиенты, очень многие тоже, которые начинают свой рассказ с того, что у меня было прекрасное детство, у меня очень хорошие родители. И здесь, наверное, не столько важно, что происходило в детстве, как то, как ребенок себе это интерпретировал. Мне кажется, что я интерпретировала это достаточно болезненно для себя, что не получала я столько любви, внимания, поддержки, сколько мне тогда хотелось бы, сколько нужно было. И это, конечно, дало свои какие-то отпечатки, как и многим в наше время. Психологами просто так не становится. В основном в психологию приходят люди достаточно чувствительные, эмпатичные, которые берут много состояний на себя, которые много проживают. И психика у меня достаточно такая подвижная всегда была, чувствительная. И отношения мои складывались не совсем всегда гладко. Было много моментов, которые меня заставляли задуматься, которые заставляли копать, изучать себя, разбираться с собой. И, конечно, те ситуации, в которой я проживала, там был выбор, наверное. Либо ты идешь разбираться с собой и понимаешь, в чем причина твоих каких-то страданий, либо ты в этом можешь просто погрязнуть. Поэтому долгое время я изучала себя, заходила с разных сторон, со стороны философских знаний, со стороны духовных знаний. И пришла к тому, что все-таки психика — это тот все-таки фильтр, через который мы строим наши отношения с людьми, через который мы строим наши отношения, отношения с партнерами, с родителями, с родственниками, с друзьями. И ты не можешь просто обойти эти вещи. Вообще, как практикующий психолог, я работаю с разными запросами, но запросы людей в основном сводятся к отношениям, к построению отношений. И в последнее время ко мне обращаются многие клиентки, которые становятся жертвами нарциссов, абьюзеров, попадают в токсичные отношения. Поэтому в большей степени я сейчас работаю с такими клиентами. Скорее, это уже стадия выхода из этих отношений, когда человек понимает, что нужно что-то делать, чтобы выйти, чтобы не попадать в такие токсичные отношения снова. Да, я проживала в своей жизни абьюзивные отношения. Я сталкивалась, скажем, с такими не слишком критичными формами абьюза. Но мы все в той или иной степени с этим сталкиваемся, если мы не прорабатываем себя, не прорабатываем свою психику. Вообще, чтобы войти в здоровые взрослые отношения, у человека должно быть выстроена психика, должны быть выстроены все процессы. Все процессы, через которые проходит психика по пути своего взросления, должны быть выстроены границы, должна быть пройдена сепарация. И тогда возможно войти во взрослые отношения. Пока я не встала на путь психологии, мне это было, конечно, недоступно. Я попадала в токсичные отношения, я попадала в абьюзивные отношения, я попадала в отношения, где был обман, где были измены. Но я могу сказать, что это тоже подтолкнуло меня сделать определенные выборы в жизни и направить свое внимание в сторону психологии. Конечно, я не вешала никакие ярлыки на эти отношения. Я понимала только свои чувства. Где-то понимала, где-то не понимала. Что я чувствовала тогда, что со мной происходило. Наверное, человек, женщина или мужчина, те, кто попадают в абьюзивные отношения, они не всегда осознают, что с ними происходит. Потому что, как правило, происходит некий такой распад личности, и человек отказывается от своих чувств. По мере того, насколько долго он находится в абьюзивных отношениях, он начинает отказываться от своих чувств, он начинает рушить свои границы и теряет где-то даже связь с реальностью. Поэтому достаточно сложно бывает свои отношения определить, как абьюзивные или токсичные. Но все зависит, конечно, от степени. Есть довольно явный абьюз, где есть насилие, где есть физическое насилие, где есть сильное эмоциональное насилие, где есть обесценивание, унижение, где есть много ревности, где есть очень много контроля, который уже доходит до таких, ну, каких-то патологических вещей. Там, не красть губы, не одевай эту одежду и вообще ни с кем не общайся, не дружи. То есть, когда человек просто ограничивает жизнь другого человека и начинает разрушать его как личность. В моей истории, слава богу, не было таких критичных моментов, но то, как я себя чувствовала, то, как я проживала это, это, наверное, где-то было близко. Мне помогла осознанность как-то выйти из этого, хотя бы понять то, в каком положении я нахожусь. Конечно, если рассматривать такие отношения, то это позиция жертвы. И здесь очень важно, насколько жертва берет на себя ответственность, что она допускает в своей жизни, а что не допускает. И здесь кроется тоже такой выход, хотя выйти из этих отношений достаточно сложно. И зачастую нужна помощь специалиста. И, конечно, те чувства, которые ты проживаешь в этих отношениях, тот спектр чувств, он все-таки зависит и от своего какого-то психического состояния, своих каких-то внутренних сценариев, которые мы выбираем. И в тех отношениях я... Я прекрасно понимаю, почему я попала в те отношения, почему я их проживала, так как зачастую мы выбираем какой-то сценарий, который есть у нас внутри, который мы берем из детства, из тех же отношений с родителями. Хотя я упомянула, что у меня была прекрасная семья и прекрасные родители, но чувствовала я себя где-то, наверное, подобным образом. На самом деле, для формирования здоровья психики очень важны, особенно первые пять лет жизни ребенка, когда закладывается психика, когда закладываются этапы развития. И где-то на моменте, ну скажем, трех лет, трех-четырех лет у ребенка как раз-таки образуются какие-то нарциссические травмы. Достаточно часто происходит то, что может ребенка ранить. А вообще люди, которые попадают в такие отношения, они имеют уже какую-то предрасположенность внутреннюю построению таких отношений. Как правило, это где-то позиция жертвы. Всем нам известный треугольник Карпмана есть, есть преследователь или агрессор, есть жертва, спасатель. И жертва — это, наверное, то состояние, которое где-то может испытывать ребенок в детстве, в то время, когда закладываются все процессы в психике, когда формируются какие-то определенные паттерны, сценарии, когда формируются паттерны отношений с миром. Ребенок берет, ребенок строит свои отношения на той модели, которая у него была выстроена с матерью или с родителем, со значимой фигурой в детстве. Как я распознала, что я жертва? Здесь очень важно признать этот факт. очень важно посмотреть честно на себя, честно себе признаться на то, в каком состоянии ты находишься, в каких отношениях ты находишься, честно признаться, как ты себя ощущаешь. Потому что, если мы говорим о том, как жертва попадает в эти отношения, как я уже сказала, есть определенный паттерн внутри. И из этого паттерна уже где-то нарушена граница, уже где-то сложно понимать себя, свои чувства, свои потребности. И здесь, наверное, важно даже возвращаться в начало отношений, как я заходила в эти отношения, как я вижу мои клиентки заходили в отношения. То есть, это уже достаточно такое нарушение границ, которое мы часто позволяем. Ты начинаешь понимать, что твои потребности не учитываются, что твои чувства не важны другому человеку или что он не способен с ними справиться. Ты начинаешь находить себя в каких-то отношениях, ты начинаешь находить себя в состоянии боли, апатии, беспомощности, где-то даже ощущаешь себя очень слабым, неспособным, что, в принципе, неприятно, что поднимает внутри много тяжелых чувств, много стыда, которые тебя начинают затягивать в какое-то болото, начинают тебя дестабилизировать, начинают как-то портить твою повседневную жизнь. Также, конечно, это снижает уровень, скажем, доходов, уровень жизни, потому что тут очень важно, что ты как будто бы теряешь себя и не можешь находиться в такой взрослой позиции, в позиции человека, который берет ответственность за свою жизнь. Главная цель у абьюзера, если мы говорим о таком серьезном абьюзере, это разрушить личность другого человека, чтобы получить самоуважение. На самом деле, в глубине, если посмотреть, у каждого абьюзера, у каждого человека есть теневая сторона. Это самые такие глубокие болевые точки. Да, то есть у абьюзера заблокировано чувство вины, чувство стыда, и это самые сильные болевые точки абьюзера. То есть он будет винить, чтобы не чувствовать вины. Он будет обесценивать, потому что очень боится обесценивания. Он будет стыдить, чтобы не чувствовать собственного стыда, и он будет пугать, чтобы не испытывать собственного страха. Он настолько боится своих чувств, настолько сильный разрыв в контакте со своими чувствами, что он будет получать это от другого человека. И, конечно, когда жертва находится в абьюзивных отношениях, тут очень важно этот момент делать осознанным. А что конкретно хочет абьюзер? Очень важно задавать себе эти вопросы. Какая его цель? Начать винить, обижать, чтобы что? Что он хочет получить? Когда жертва может ответить себе на этот вопрос, то она может найти пути коммуникации с этим человеком. Это очень большая проблема, что зачастую женщины остаются в таких отношениях. И чем дольше женщина находится в таких отношениях, тем сложнее из них выйти. С каждым контактом, с каждым взаимодействием, с каждой стычкой, конфликтом личность все больше разрушается, все больше разрушаются границы, все больше психика спускается на более низкий уровень. И что делает абьюзер? Он как будто бы вводит в некий транс. Он начинает очень умело манипулировать. Это навык у него тоже с детства, потому что в детстве нужно было очень подстраиваться, чтобы быть каким-то угодным. Вообще, что еще хочу сказать, абьюзеры, они по сути мстят своим жертвам. По сути, абьюзер это раненый ребенок, часто очень озлобленный, часто тот, который сильно гневается, тот, который будет мстить своим жертвам. И достаточно сложно выйти из таких отношений, потому что он умеет показывать и другую свою сторону. Он может быть достаточно хорошим, он может строить отношения, на первых порах в отношениях он может показывать какую-то такую красивую историю, задаривать цветами, делать очень широкие жесты, чтобы расположить к себе, чтобы завлечь в эти отношения. И конечно, абьюзер часто поворачивается такой более хорошей своей стороной, при этом расслабляя жертву, когда женщина, которая находится в отношениях, начинает просить, плакать, страдать, он смягчается, и внутри у жертвы срабатывает механизм, она тоже получает какое-то благо, то есть чтобы получить что-то хорошее, предшествуют какие-то действия, но не очень хорошие, предшествует какое-то обесценивание, какое-то унижение, но этот механизм, он фиксируется в психике, поэтому чем дольше жертвы находятся в таких отношениях, тем сложнее из них выйти. Чтобы выйти из отношений уже с таким конкретным абьюзером, серьезным абьюзером, нужна помощь. Очень часто эту помощь попросить бояться, и это тоже еще одна большая проблема, потому что у женщин возникает очень много стыда, они пытаются либо сохранить видимость хорошей семьи, либо им просто страшно, потому что есть угроза, но единственный способ как-то выйти из этих отношений, это во-первых, взять помощь специалиста, психолога, который работает с такими, но уже даже со случаями насилия, с очень тяжелыми ситуациями, да вообще обратиться к психологу, который уже может немножко психику поднять на более высокий уровень, где выше уровень осознанности, также необходимо обращаться к общественности, к друзьям, и если надо, уже призывать систему, какие-то органы, каких-то авторитетов, потому что единственное, что может повлиять на абьюзера, это проявление силы, когда жертва оказывается в таких отношениях, она часто заходит в слабую позицию, в позицию ребенка, и это то, что нельзя делать ни в коем случае, оставаться в позиции ребенка, просить, умолять, плакать, говорить о своих глубоких чувствах, говорить о своих каких-то болевых точках, это то, на что абьюзер будет давить все время, это то, что он будет использовать, чтобы еще больше разрушить, чтобы еще больше отпустить. Конечно, тут важно выработать себе навык, во-первых, заходить, возвращаться в свою взрослую часть, это крайне важно, и здесь важна та осознанность, про которую я говорила, очень важно уметь включать в себе позицию взрослого, важно в какой-то момент сказать себе стоп, я так больше не хочу, и выйти в позицию взрослого, который может противостоять, который может быть уже более стойким, антихрупким, таким, который может дать отпор, который может проставить границу, который может игнорировать или выйти из этих отношений. но как правило жертва очень долго находится в позиции ребенка, ребенок ослаблен, ребенок испытывает страх, вину, и абьюзер продолжает и продолжает вытягивать эти чувства из своей жертвы. Очень часто бывает так, что женщины уже на каком-то этапе не способны испытывать эти чувства, и это, наверное, то, чего хочет абьюзер, если мы говорим уже о таких тяжелых случаях, о психотических или пограничных абьюзерах. Это определенный профессиональный навык работать с такими клиентами и выслушивать такие истории, потому что понятно, что профессия психолога, она требует очень большой эмпатии, но когда ты психолог, ты используешь свои чувства как инструмент, который показывает, что на самом деле испытывает этот человек, что испытывает он в отношении своей жертвы, в отношении других людей, и очень важно это профессионально использовать. Если, например, я как психолог буду подсоединяться к чувству жалости, к чувству такому сочувствия, то, конечно, это клиента будет еще больше оставлять, в роли ребенка. Очень важно использовать свою эмпатию как инструмент, который может вывести клиента в позицию взрослого, который может дать клиенту новый опыт. Психолог это определенно профессия до конца жизни. Вообще, психология это интересное направление, в котором можно развиваться бесконечно, и в котором есть очень много возможностей для расширения, для роста. И я думаю, что вообще сейчас только наступает истинное такое время психологии, когда пришло время людям посмотреть в себя, установить контакт с собой, начать себя узнавать, потому что у предыдущих поколений наших не было такой возможности. они были заняты больше выживанием, обеспечением, и, конечно, принесли с собой очень богатое наследие в виде травм, страхов, всё, что передаётся по родовой системе, всё, что дети впитывают, будучи маленькими, от своих родителей, их родители впитали от своих родителей, здесь нет никакой эзотерики, что что-то передаётся по родовой системе, это именно процессы психики, процессы слияния и то, с чем нам нужно научиться взаимодействовать уже в наше время. Если говорить о личных мечтах, то я мечтаю о крупных, масштабных психологических проектах, которые смогут помочь многим людям, многим женщинам выходить в свою такую, выстраивать свою здоровую часть и осознавать, какие блага это несёт, осознавать, сколько ты можешь получить, будучи взрослым, будучи сепарированным, насколько ты можешь свою жизнь сделать счастливой. И на самом деле я убеждена, что то, что мы можем построить в своей жизни, будь то отношение, будь то уровень заработка, свои проекты, всё очень зависит от нашей психики. Мы выбираем партнёра, исходя из своих каких-то психологических факторов, мы можем зарабатывать деньги, основываясь тоже на какой-то психологической своей константе, ведь очень много людей, которые очень талантливы, очень много чего умеют, но не могут зарабатывать. И конечно, чтобы человеку создать свою счастливую жизнь, то в первую очередь ему очень важно разобраться с собой.